Уважаемая Наталья Ивановна, уважаемая Валентина Ивановна, дорогие друзья! Рад приветствовать всех участников и организаторов 11-го форума регионов России и Беларуси. Встречи в таком формате стали по-настоящему доброй традицией. И в этот раз на форум приехали порядка 800 делегатов из большинства субъектов Российской Федерации и белорусских областей. В их числе главы регионов, парламентарии, руководители ведомств, представители бизнеса, общественных и молодёжных организаций. То есть те, кто своим ежедневным трудом вносит реальный, осязаемый вклад в углубление союзнических, братских российско-белорусских связей. Важно, что нынешний форум посвящён роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики союзного государства. Тема – одна из самых актуальных, ведь решением задачи внедрения новых технологий во все сферы хозяйственной жизни, развития наукоёмких отраслей промышленности и сельского хозяйства сейчас активно занимаются и в России, и в Беларуси. Это необходимо для укрепления суверенитета наших государств, повышения конкурентоспособностей и обеспечения устойчивого экономического роста на долгосрочную перспективу. И, естественно, требует энергичного, творческого участия не только федеральных и центральных властей, но и регионов. В этот раз форум по инициативе наших белорусских друзей впервые проводится сразу в трёх городах – Витебске, Полоцке и Новополоцке. Думаю, такой подход к организации встречи региональных представителей заслуживает внимания. Пакет договорённостей, достигнутых в ходе форума, включает порядка 250 соглашений и коммерческих контрактов на общую сумму в 24 миллиарда рублей. Их реализация, безусловно, будет способствовать расширению взаимодействия по линии регионов и в целом российско-белорусского торгово-инвестиционного сотрудничества. Подчеркну, Белоруссия – один из ключевых экономических партнёров России. В свою очередь, около 60% белорусских внешнеторговых операций приходится на нашу страну. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 5%, до рекордного показателя – в 46,5 миллиардов долларов. И мотором встречной торговли являются именно регионы, предприятия, оптовые поставщики, логистические центры, расположенные в самых разных уголках обеих наших стран. По накопленным инвестициям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место – свыше 5 миллиардов долларов. Опять-таки, по всей Белоруссии успешно работают порядка 2,5 тысяч компаний с российским капиталом. Большую практическую пользу для углубления российско-белорусского межрегионального сотрудничества приносят интеграционные процессы, развивающиеся как в рамках союзного государства, так и по линии Евросийского экономического союза. Именно благодаря всё более тесной интеграции компаний наших стран, в каком бы регионе они ни находились, получают возможность работать в условиях единого экономического поля, без барьеров и преград. Это напрямую касается и сфер науки, технологий и инноваций именно тех направлений взаимодействия, которые обсуждались в эти дни на форуме. Хотел бы напомнить, что 29 января в Санкт-Петербурге мы с Александром Григорьевичем Лукашенко утвердили новую стратегию научно-технологического развития союзного государства. Данный документ предусматривает, что в период до 2035 года России и Белоруссии будут реализованы целый ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению, запуску новых передовых производств и выводу на рынок конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Подчеркну, что на этом направлении уже многое делается по линии российских и белорусских регионов. Например, Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием лёгкого многоцелевого самолёта. Предприятия Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также Минска и Минской области наладили сотрудничество в производстве оптических устройств и приборов фотоники для систем связи, передачи данных и информатики. Региональные исследовательские центры и конструкторские бюро в России и Белоруссии вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью для навигации. И, конечно, не могу не сказать о самом крупном стратегическом инновационном российско-белорусском проекте – сооружении в Гродненской области атомной электростанции. К её постройке привлекались подрядные организации из многих российских и белорусских регионов. На сегодняшний день БелАЭС уже выработала более 30 миллиардов киловатт-часов недорогой и чистой электроэнергии на нужды белорусской экономики. Упомянули то, что региональные научные центры и вузы активно участвуют в сотрудничестве, которое реализуется по линии Академии наук двух стран, а также образовательных обменов. В частности, в российских учебных заведениях в настоящее время обучаются порядка 12 тысяч граждан Беларуси, а в следующем учебном году ещё 1300 белорусских студентов смогут поступить в наши вузы на бюджетной основе. Дорогие друзья, в заключение хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех наших белорусских друзей с Днём независимости Республики и с 80-летием освобождения города-героя Минска от немецко-фашистских захватчиков, которые отмечаются 3 июля. И в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма. В январе мы с Александром Григорьевичем открыли в Гатчинском районе Ленинградской области новый мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, павшим жертвами нацистского геноцида. Создание этого памятника – лишь один из многих совместных проектов, посвящённых Великой Победе. Важно, что в наших регионах регулярно проходят акции, направленные на патриотическое воспитание молодого поколения, которое должно знать правду о бессмертном, беспримерном подвиге наших отцов, дедов и прадедов. Хорошим примером такой совместной работы с непосредственным участием регионов является молодёжная инициатива «Поезд памяти», которая реализуется уже в третий раз и в эти дни. Школьники из России и Белоруссии, а также из Азербайджана, Армении, Казахстана, Тиргизии, Таджикистана и Узбекистана проедут по российским и белорусским городам и своими глазами увидят памятные места, поля решающих сражений Великой Отечественной войны. Завершая своё выступление, хочу ещё раз пожелать организаторам и всем участникам форума успехов. Результаты вашей совместной деятельности, несомненно, будут способствовать укреплению российско-белорусских связей в интересах двух наших братских народов. Спасибо вам за внимание. Редактор субтитров А.Семкин